К другим темам. Иностранцы, нарушающие миграционное законодательство, бесхозные сумки с неизвестным содержимым и нетрезвые горожане. Это лишь малая часть того, с чем сталкиваются полицейские во время несения дежурства. Не зря патрульно-постовую службу нарекли самой народной. Они первыми выезжают на место происшествия и приходят на помощь горожанам. Несколько часов в полицейском автомобиле провела и наша съемочная группа. Слово Владиславу Сельнинову. Вечерний развод. Очередная группа патрульно-постовых заступает на ночное дежурство. Руководство отдела доводит оперативную обстановку, проверяет форменное обмундирование полицейских и говорит им напутственные слова. Рекомендует с гражданами разговаривать максимально тактично, даже если человек совершил преступление. Один из тех, кто будет стоять на страже порядка этой ночью, старший лейтенант Азамат Халилов. Выпускник Московского государственного института МВД России начинал работать еще в милиции. Во время патрулирования рассказывает, что служит в самом народном и в то же время опасном подразделении. Кто первый выезжает? Первый выезжает патрульно-постовая служба. Естественно, бывают случаи, что совершается преступление, мы приезжаем и как раз в это время и задерживаем этих граждан, которые совершают противоправные действия. Такие случаи часто бывают в практике. Патрульный автомобиль продолжает свой путь. Полицейские не только выезжают по звонкам с тревожных горожан на происшествия, но и сами следят за обстановкой в городе. Им часто приходится работать с иностранцами. Вы куда сейчас направляетесь? Очень важным делом идем сейчас. Куда собираетесь? Вот туда. Получить патент. Когда? Сейчас что ли? Да, это... Сейчас не получают. Нет. Выходцев из Узбекистана, недавно приехавших в Новую Рингу и на заработки, везут в отдел полиции. Там установят их личность, а данные внесут в федеральную базу. А почему вы задержали? Ну, не знаю. На улице идем. Задержали. Полицейская собака обследует бесхозную сумку. Если в ней находятся наркотики или взрывчатые вещества, она даст знак. Объект не привлекает должного внимания. Принято решение вскрыть кейс. В нем оказались гвозди и какие-то документы. Силовики, немедленно приехавшие на место происшествия, оформляют документы. Хозяину, то ли потерявшему, то ли специально спрятавшему портфель в подъезде многоэтажки, искать его придется в полиции. По дороге Азамат Халилов рассказывает о пороках горожан и гостей Нового Уренгоя. Жители Нового Уренгоя в основном правонарушение – это распитие спиртных напитков, появление в общественном месте нетрезвом виде. Большой поток вахтовиков тоже в основном занимается в свободное время распитием спиртных напитков и появлением в общественном месте. Это основной поток. Ну, встречаются и такие ситуации, что ведут себя плохо, то есть совершают мелких хулиганств. Трудовая вахта закончилась. Впереди долгая дорога домой по железной магистрали. Ребята решили немного расслабиться, уединившись в городских дворах. Дорожку погладить по народной традиции у этих товарищей не получилось. Сотрудники полиции банкет отменили. Вы нарушаете статью 20-20. Распитие спиртных напитков в общественном месте – это одно. Второе – здесь детская площадка. Вы представляете, какое нарушение вы сейчас сделали? Вы сами принимаете? Детская площадка. Вы какой пример сейчас детям подаете? Мораль, разъясняющая законодательство, полицейским приходится читать завидным постоянством. Неизвестно, успеют ли путешественники на свой поезд, но протокол будет составлен. Все эти события произошли всего за несколько часов с одним патрулем. Какой выдастся ночь, полицейские не загадывают. Но точно одно – Новый Уренгой может спать спокойно. Владислав Селинова, Артур Цвелюк, служба новостей «Импульс».